Проблема обманутых дольщиков – один из самых горячих и острых социальных вопросов последних лет. В результате действия недобросовестных застройщиков, а то и откровенного воровства, десятки тысяч семей остались без денег и жилья. Военный пенсионер Валерий Васильевич не привык к хорошей жизни. Переезды из города в город, как следствие – общежития, съемные квартиры, вокзалы. По копейке собирали с супругой деньги на квартиру дочке и внучкам. Выдалась возможность приобрести жилье в этом доме по проезду станки Димитрова. Вложились, доверились, но работы застопорились. Стройка затянулась. 60 лет Хрущевки. Два года наборолось ЖКО. На власть, я надеюсь, потому что все-таки, да, но что-то, понимаете, желательно. Когда люди устали, просто морально, так сказать, психологически устали, я бы сказал, что хочется побыстрее. В законные квадратные метры не может въехать и обманутая дольщица Анна. Немало порогов пришлось обить с соседями по несчастью, чтобы прийти к такому высокому результату. Очень сложный арбитражный суд в течение полугода. Банкротство предприятия. Ну и, соответственно, Медведь Иван Владимирович очень сильно содействие оказывал. Большую благодарность мэрии города. Вот. Были на совещании губернатора, были на совещании бюро «Быги». Ну, очень часто созванивались с помощником Хинштейна. Мы большую работу провели. По договору, стройка 150-квартирного дома должна была завершиться ровно три года назад. Решением суда бывший застройщик ООО «Брянск Горстройсервис» в конце 2011 года признана банкротом. Спустя два года строительство на объекте возобновилось уже под руководством нового инвестора-подрядчика ООО «Брянск Стройразвитие». Мы практически подходим под 14 этаж. Осталось тех этаж крыша. Освоено 58 миллионов. Мы освоили здесь объемом. Я думаю, что к концу года дом будет сдан. Рабочая группа постоянно взаимодействует с инициативными обманутыми дольщиками, ежедневно оказывая им помощь и поддержку. Застройщик есть. Регион, власть и город, и область, и лично губернатор ситуацию не бросает. И держит это на контроле на своем. А это значит, что мы с вами в самое ближайшее время будем праздновать новостей. Конечно, хочется побыстрее. Конечно, хочется... Чем можно скорее начинать ремонт и делать? Ну, наверите, еще чуть-чуть терпения. Тем более, уже столько времени, уже столько лет терпения. Все, спасибо большое. Надеемся, что наш губернатор исполнит свои обязательства при вашей поддержке. Все. А вам мы верим на все 200%. Спасибо большое. Похожая ситуация и с домом по улице Бежицкой. Бывший застройщик компании «Наш дом» начал возводить эту десятиэтажку в 2008 году. Спустя год предприятие обанкротилось. И на тот момент сотни дольщиков остались не у дел. Решением проблемы занялся крупнейший застройщик региона ООО «Инстрой». Ликвидировав все неудачные начинания прежнего хозяина, компания берется строить дом буквально с нуля. Мы строители основательные. Все, по идее, все идет к 15-му. Все же к 15-му. Так, это мне уже нравится больше этот разговор. Давайте будем развивать это правильное. В этом году будет каркас. Вот поставили второй кран. Сейчас начнем класть вкладку там с отеблителем. Так что должно получиться. Вот такая же ситуация, как по суткам. Часть дает, а рядом дома. И, естественно, человек, который живет вот в этом доме, сейчас будет говорить, что меня загородили, машины появились. Развитие любого города. Рабочая группа со своей стороны будет мониторить ситуацию и оказывать необходимую помощь, если это потребуется. На контроле все договоренности, данные руководством области и города, обманутым дольщикам. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров. События. Брянск.